Здравствуйте! В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном. Знаковая дата. Можно подвести итоги сотрудничества за эти годы, а можно и поразмышлять о радужной перспективе следующих 30 лет дружбы. Почему бы и нет, Азербайджан стал сильнее, стал еще более интересен для западных партнеров, восстановил свою территориальную целостность, а политической стабильности намного больше, чем в сложные 90-е. Так что с точки зрения новых инвестиций стал Азербайджан более привлекательным, чем был когда-либо. Тем более, что инвестиции вкладывать придется, если, конечно, западным товарищам-партнерам наш так необходим, как они утверждают. Say you want to say, как любят говорить англичане. На неделе помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хихмет Гаджиев совершил визит в Вашингтон и там встретился с советником президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном. Нельзя утверждать, что визит Хихмет Гаджиева сильно удивил, но нужно признать, что он был достаточно неожиданным. Гаджиев и Салливан обсудили двухстороннее сотрудничество и, конечно же, переговоры между Азербайджаном и Арменией по нормализации отношений. На встрече Джейк Салливан сказал, что США будет поддерживать прогресс в этом процессе различными способами. Стало очень интересно, о каких таких способах, говорит Салливан. Для нас, как для истинных кавказцев, которые любят вкусно поесть и от души посмеяться, до недавнего времени Брюссель был интересен лишь тем самым памятником писающему мальчику, о котором, скорее всего, осведомлена как минимум половина населения Земли. Один маленький памятник, о котором знает почти весь мир. Так получается, дело не в масштабе? Получается, что дело не в размере, как многие думают, а в рекламе? Да, именно так. Брюссельский процесс, который нацелен на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, не стоит на месте или, по крайней мере, Запад пытается его тянуть вперед. А другое, очень сильный игрок в регионе, Россия, выступает за мир на Южном Кавказе? На словах, по крайней мере, точно да. А на деле? Об этом еще успеем поговорить. Сначала об усилиях Запада. На этой неделе помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмед Гаджиев отправился в США с визитом. Возможно, визит и был запланирован заранее, но так как в СМИ о нем не было никакой информации, эта поездка и встречи казались спонтанными. И то, что Хикмед Гаджиев встретился в Вашингтоне с советником президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном, на фоне обострения ситуации в Ереване, попытки карабахских сепаратистов продлить миссию российских миротворцев и колоссального давления на Пашиняна с нескольких сторон в разных направлениях, загадочности не убавило. Что же обсуждал Хикмед Гаджиев с Джейком Салливаном? Конечно же, брюссельский процесс, и это даже не скрывалось. Салливан после встречи с Гаджиевым выразил поддержку переговорам в Брюсселе при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля, отметил готовность США тесно взаимодействовать и поддерживать прогресс различными способами. О каких способах тут может идти речь? Чтобы понять, как Запад, а в частности США, могут ускорить процесс нормализации отношений Баку с Ереваном и подписание Большого мирного соглашения, нужно понять, что тормозит этот поезд. А тормозит его колоссальное влияние Кремля на внутреннюю и внешнюю политику Еревана. Сегодня премьер-министр Армении, конечно, выступает с заявлениями, которые далеко не греют душу кремлевским чиновникам. Но способен ли он в пику Москве не просто говорить, а потом отказываться от своих слов, а начать действовать и подписаться под мирным соглашением, базовые принципы которого, кстати, он принял еще в апреле, на встрече в том самом Брюсселе. Конечно, позже он начал нести чушь, что там, то тут, но это уже не меняет самого факта, который зафиксировал Шарль Мишель. Так вот, о каких различных способах говорил Джейк Салливан? Для начала нужно сказать, что второе по величине посольства в мире США держат в Армении. Для чего? Для чего нужно держать такое большое посольство в стране, население которой в лучшем случае не превышает трех миллионов человек, а интерес простых американцев к Армении не столь велик, как хотелось бы самим армянам? Понятно, что все дело в России. То, что Россия окрестила Армению своим форпостом, знают все. Вот именно поэтому Вашингтон так расширил свою дипломатическую миссию в Ереване. Кстати, с большой вероятностью можно утверждать, что расширение проходило далеко не за счет кадровых дипломатов, а скорее сотрудников совсем других структур. Вот именно с их-то помощью сейчас США собираются помочь Пашиняну принять правильное решение. Не сложно понять, что США через свои контакты и связи в политических кругах и МПО всячески стараются снизить температуру накала страстей оппозиции на улицах Еревана. Тут в ход идут в основном деньги. Теорема о том, что армянин за деньги и мать родную продаст, не требует доказательств. А тут доллары текут рекой. Какой там робик или сэжик? Что они могут предложить митингующим? Рубли и те деревянные? Скорее всего, именно эти различные способы имел в виду Джейк Салливан на встрече с Экимятом Гаджиевым. Для нас нет разницы, каким способом США и Европа собираются подтолкнуть Пашиняна на подписание мирного соглашения. Для нас важнее Карабаха ничего нет. Даже тот самый газ, который от нас хотят. Причем не бесплатно, а за деньги. И деньги немаленькие. Интересные события происходят в регионе. Хикмет Гаджиев летит в Вашингтон. А министр иностранных дел Сергей Лавров летит в Ереван. Громких заявлений по карабахскому вопросу мы из уст Лаврова в Ереване не услышали. Да и Лавров в Ереван летел не из-за Карабаха, а скорее по душу Пашиняна. Об этом и вообще о ситуации в регионе поговорим с политологом Фикеретом Садыховым. Фикерет Мяльм, здравствуйте. Добрый день, Джейхун. Фикерет Мяльм, и все же зачем Лавров отправился в Ереван? Чтобы поддержать Пашиняна или наоборот поддержать антипашиняновское движение? Исходить бы мы из того, что он прилетел в Ереван сразу после переговоров с министром иностранных дел Турции. И в Анкаре обсуждались достаточно серьезные региональные проблемы, связанные с Южным Кавказом, из постконфликтной ситуации и, в частности, армяно-турецком сближении, нормализации этих отношений. Поэтому я думаю, что все-таки поддержка тех, кто хочет отставки Пашиняна, она исключена. Я думаю, что он приехал не только потому, чтобы поддержать Пашиняна в данном контексте, но и продемонстрировать роль России в решении ряда региональных проблем, участие, необходимость участия России во всех этих переговорных процессах. И он даже не скрывал этого, потому что, говоря о переговорном процессе, он напомнил формат 3 плюс 3, он говорил об армяно-турецком сближении, он говорил об армяно-азербайджанском сближении и нормализации этих отношений, делимитации мирного соглашения и так далее. То есть он давал понять, что Брюссель тут ни при чем. Мы здесь присутствуем, наша роль должна быть понята обоими сторонами. Но я думаю, в Ереване его услышали, потому что не будем забывать о том, что в свое время Пашинян был настроен на Европу, на Европейский Союз. Мы помним его заявление после того, как он был избан премьер-министром. Все, это время завершилось, кончилось, и сегодняшние заявления Пашиняна, они полностью контрастируют с тем, что он заявлял сразу после избрания премьер-министра. И естественно, что Лавров, посетивший Ереван, он принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, где по ротации сегодня Армении является председателем. И здесь еще тоже важный символический жест со стороны России, потому что именно ОДКБ, по мнению России, Москвы, это тот самый союз, это тот самый формат, который необходим для Армении для того, чтобы она выполняла все те условия, перегония, которые ставит перед ней сегодня Российская Федерация. То есть получается так, что движение сопротивления, во главе которого стоит Серж Сараксиан и Роберт Кочарьян, осталось без поддержки? Они удачно, конечно, пользуются этим движением, они выполняют закулисную роль, а на первых ролях сегодня это представители партии Дашнак, это представители различных других политических движений партии, потому что Кочарьян и Сараксиан, они хорошо понимают, что они уже битые фигуры, и в бытность их главами государства Армении ни один вопрос не был решен. И многие понимают, что проливать кровь за территорию, которая вообще не принадлежит Армении, абсолютно не соответствует и не отвечает интересам Армении сегодня. Поэтому не случайно сегодня уже на первый план выходят сыновья, дети Кочарьяна и Сараксиана, они находятся как бы за кулисами, но привлекать их, так сказать, на первые роли и считать их руководителями движения Москва не хочет. Она все это тоже хорошо понимает, потому что вторичные выборы партии «Мой шаг» Пашиняна показал, что даже после войны, после столь ощутимых потерь со стороны Армении, все равно он получил соответствующую поддержку. И в России это хорошо понимают, экспертное сообщество, Кремль, руководители этой страны, они понимают, что сегодня надо делать ставку на Пашиняна, но Пашиняна надо приручить, Пашиняну надо объяснить, что главным фигурантом и участником всех этих процессов является не Евросоюз, а Россия. Вот главная задача, главная цель внешнеполитического курса России сегодня, на сегодняшний день, именно в этом регионе по отношению к Армению. Спасибо. Напомню, что на прямой связи с нашей студией был политолог Фихерет Садыхов. Да, Лавров побывал на своей так называемой исторической родине. И как только он приземлился, видимо, в нем взыграла кровь предков. Если, конечно, верить, не подтвержденные, но и не опровергнутые информации касательно армянских корней Сергея Лаврова. Он попытался сделать реверанс в сторону своих соплеменников, ляпнул чушь, но после молниеносной негативной реакции азербайджанского МИДа поправил сам себя. И как только ему, как дипломату, не претит нести такое. Но разве он один такой? В конце прошлой передачи мы обещали, что обязательно затронем тему антиазербайджанских настроений в российских СМИ. Обещание выполнено. Давайте разбираться, откуда ноги растут. Сначала хотелось бы перечислить крупные российские СМИ, которые проводят проармянскую, а значит, антиазербайджанскую политику. Начав их перечислять, понимаешь, что будет намного легче и проще посчитать на пальцах нейтральные к сложным азербайджано-армянским отношениям российские медиаресурсы. И если честно, то беда даже не в этом. Самое страшное, тут нужно отметить, что страшное не для нас, а для самих россиян, что российские медиагиганты, которые ведут себя как армянские щиты меч, это СМИ, которые кормятся из бюджета Российской Федерации. То есть за счет налогов простых россиян. Получается, что кто-то, сидя в Кремле, тратит деньги россиян на то, чтобы поддерживать оккупационные мечты армян в отношении Азербайджана. Кто же это такой? Если посмотреть на ситуацию более глобально, то можно понять, что не все так интеллигентно. Чихать хотели Симоняна и Соловьевы на простых армян и саму Армению как страну. Дело в другом. Армению опять используют. Если смотреть на происходящее более широким взглядом, становится понятно, куда и зачем тратятся деньги россиян, которые то и дело жалуются на высокие налоги и тарифы жилищно-коммунальных хозяйств. Расклад следующий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в полной мере осознает, что продолжение конфронтации с Баку, затягивание делимитации границ, выдвижение неприемлемых условий к мирному соглашению между странами и идти на поводу националистов, реваншистов армянской оппозиции ни к чему хорошему не приведет. И не приводит. А так как сегодня главная цель Москвы в переговорном процессе между Баку и Ереваном в том, чтобы сделать все возможное, чтобы российские миротворцы остались в Карабахе как можно дольше, а при полном искоренении карабахской проблемы это будет невозможно, Москве нужно, чтобы карабахская проблема осталась открытой. И даже при подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией карабахский вопрос не был бы решен раз и навсегда. Получается, что интересы Москвы и Пашиняна сегодня не совпадают. Именно поэтому на сцену, а точнее на улице Еревана, вышли преданные Кремлю старые аферисты Робик и Сержи. Надавить на Пашиняна для того, чтобы он не пошел на поводу Евросоюза и не подписался под окончательным мирным соглашением с Баку на условиях Баку. Таков их план. А план Кремля несложный и его видно издалека. Если уличным сопротивлением не получится надавить на Никола, то Робик и Сержик должны его свергнуть и прийти к власти, и тогда Армения опять запляшет под дудку Москвы. Конечно, удержать в узде Армению полностью отвечает планам и желаниям сегодняшней власти России. Но это не значит, что при этом нужно и можно портить отношения с Баку. С тем самым Баку, который один из немногих, постарался остаться максимально нейтральным в украинском вопросе. Но, видимо, в Кремле есть силы, которые свои интересы ставят превыше интересов страны. Не торопитесь возражать. Ведь в противном случае, как объяснить перезапуск антиазербайджанской пропаганды в российских СМИ с удвоенной силой? Есть в российском политическом истеблишменте силы, которые не любят Азербайджан. Конечно, некоторых из них мы знаем. Это министр иностранных дел России Сергей Лавров, о чьих армянских корнях не слышал только глухой, и другие менее заметные, но не менее властные чиновники. Плюс ко всему, российские масс-медиа уже не первый год в большинстве своем управляются или армянами, или же людьми с неистовой любовью, относящихся к армянам. Именно Симоняны, Соловьевы и им подобные, пользуясь тем, что политическая верхушка России уже четыре месяца как полностью занята Украиной, подсовывают на президентский стол обтянутой зеленой телячьей кожей свое видение путей удержать Армению при себе. Но российская власть должна очнуться и понять, что то, что хорошо для некоторых проармянских кругов, не есть панацея для самой России. И, конечно же, создание напряженности между официальными Баку и Москвой никоим образом не отвечает интересам России. По крайней мере, в данный момент. Российскую власть обманывают. Симоняны на деньги россиян пытаются поссорить Москву и Баку. Кто же окажется в выигрыше, если это произойдет? Не Баку и Москва это точно. Точно и то, что пока в Кремле не будет проведена чистка врагов России, которые свои интересы и интересы своих друзей ставят выше интересов страны, которые должны служить. Ситуация, когда Азербайджан был вынужден заблокировать на своей территории сайт информационного агентства РИА Новости, будет повторяться. В последнее время в российских масс-медиа все чаще можно встретить публикации клеветнического характера, направленные против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующие сепаратистские тенденции и далеко не соответствующие духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией. Что же делать? Думаю, пора кремлевским умам устроить генеральную уборку у себя. Ведь люди, которые играют в такие опасные подковровые игры, вполне могут подложить и другую, более опасную свинью своим же соотечественникам. Как-то так. До следующей субботы. Субтитры создавал DimaTorzok